Добрый вечер, добро пожаловать на шоу Такера Карлсона. Ужасающая история в Колорадо. Мужчина вошел в продуктовый магазин в Болдере и застрелил 10 человек. Одной из жертв стал офицер полиции по имени Эрик Телли. У Эрика Телли семеро детей, младшему всего пять. Сочувствуем его семье. Полиция быстро отреагировала и арестовала 21-летнего подозреваемого. Посмотрите, как Сиэнэн описывает события. Мы знаем, что подозреваемый под стражей. Он был ранен, никакой информации о его личности пока не обнародована. Но мы видели кадры, это белый мужчина в шортах, без обуви, без рубашки. Одна нога у него была в крови, а руки были в наручниках. Иными словами, Сиэнэн говорит вам, что мы толком не знаем, что произошло, но мы думаем, что это сделал, цитата, «белый мужчина». Таким был первый вывод Сиэнэн. Больше всего их заботила раса стрелка. Для Сиэнэн это было важнее всего. Не 10 погибших или убитые горем дети. Нет, цвет кожи стрелявшего. Вот что такое ВОУК. Вот как вы видите мир, когда ваши взгляды искажены идеологией. И даже массовое убийство рассматривается как отличная возможность для политической агитации. Он был белым, это все, что вам нужно было знать. Позже мы узнали имя подозреваемого, Ахмад Аль-Аливи Алиса. И здесь у расовых воинов сразу возникла проблема. Считается ли Ахмад Алиса белым мужчиной? Вы можете недоумевать. Какая разница? Он только что застрелил 10 человек. Только это имеет значение. Кстати, как бы то ни было, нам он тоже кажется весьма бледным. Хотя, опять же, порядочных людей не должна заботить его раса. Но фанатичных создателей быстро растущей, запутанной и политизированной расовой классификации Америки заботит только это. Они решили, что человек с именем Ахмад Аль-Аливи Алиса не может быть белым мужчиной. Не важно, как он выглядит. Людей с такими именами угнетают. Следовательно, они не белые. Это безумие. Но вот где мы сейчас. Вот куда они нас привели. Итак, как только мы узнали его имя, вся история была переписана немедленно. Эми Сискинд, бывший финансовый упырь, теперь зарабатывает на жизнь злобными твитами. Сискинд очень популярна в так называемом прогрессивном онлайн-сообществе. Вот ее первый комментарий. Цитата. «Почти наверняка это был белый мужчина. Опять. Будь он черным или коричневым, он был бы мертв». Такой была ее первая реакция, и многие согласились с ней. Затем личность Стрелка стала известна, и Сискинд немедленно пришлось менять свое мнение. «Пожалуйста, не упоминайте его имя», — наставляет она своих подписчиков. «Мы не должны, цитата, прославлять убийцу, придавая его имя широкой огласке». Удивительно наблюдать за происходящим в режиме реального времени. Хорошая сторона твиттера, несмотря на все его недостатки, в том, что вам видно, как производят ложь. Племянница Камелы Харрис, некто по имени Мина Харрис, тоже комментирует расу Стрелка. «Белые мужчины», — пишет она, — «главная террористическая угроза для страны». Затем полиция объявила, что это был парень по имени Ахмат, и Мине Харрис пришлось поправиться, но она продолжала расовые нападки, такая у нее работа. Мина Харрис предположила, что Стрелок был белым, потому что, цитата, «его взяли под стражу живым», и потому что большинство массовых убийств в США совершают белые мужчины. Итак, если вы следите за мыслью, Ахмат Алиса не был белым, но белые мужчины все равно плохие, смекнули? Вы даже могли не придать этому значения, потому что слышите такие вещи каждый день. Задумайтесь и спросите себя, как долго такие богатые и влиятельные женщины, как Эми Сискент, Мина Харрис и многие другие. «Будут продолжать атаковать одну расовую группу, ведя нашу страну к развалу». Мы узнаем в конечном итоге, потому что, похоже, никто не пытается их остановить или даже коснуться этой темы. Но те, кого интересует трагедия, задаются вопросом, кто же этот Ахмат Аль Аливи Алиса, и вот что мы о нем знаем. По-видимому, он эмигрант из Сирии, который приехал сюда ребенком, сейчас он натурализованный американец. Его политические симпатии явно не на стороне к Йоанон и правого крыла. Напротив, его посты в соцсетях отражают приверженность основополагающим взглядам CNN. Его бывший одноклассник рассказал Денверпост, что Алиса считал себя жертвой расизма. В школе он говорил, что, цитата, он мусульманин, и что если кто-нибудь тронет его, он заявит о преступлении на почве ненависти. Три года назад он обвинялся в нападении на одноклассника. Согласно одному источнику, его имя уже было известно ФБР из-за текущего расследования по делу одного из его приятелей. Затем Ассоше этот пресс сообщило, что он мог бредить. Конечно, он был не в себе, он застрелил 10 человек. На данный момент это все, что мы знаем, не так уж много фактов. Но это не мешает известным стервятникам парить кругами над трагедией и строить самые деструктивные домыслы о случившемся. Вот, например, очередной федеральный агент в отставке треплется в эфире MSNBC о том, что на самом деле это был акт расизма, по примеру, стрельбы в массажных салонах в Атланте. Этот парень просто подражает тому, кто совершил ужасное преступление на почве ненависти в Атланте. И именно на почве ненависти, и мы должны сказать это публично, независимо от того, какое обвинение ему предъявят. Итак, это бывший специальный агент АТФ Джим Кавана, дамы и господа. Агент Кавана в буквальном смысле, понятия не имеет о чем говорит. Ни малейшего понятия, это все его домыслы. Но MSNBC все равно показывают его. Мы работаем на телевидении, и мы подтверждаем, что это шокирующее безрассудство. Хотя другим каналам все равно, они постоянно так делают. Конгрессвумен Ильхан Амар специализируется на шокирующем безрассудстве. Это ее работа. После массового убийства в Атланте, которое, по-видимому, не имело никакой связи с чьей-либо расой, Амар постаралась еще больше настроить американцев друг против друга. Вот чем она отплачивает стране, которая избавила ее от лагеря беженцев в Африке. Правоохранители, говорит Амар, без какого-либо доказательства стараются защитить человечность белых массовых убийц. Что вообще это значит? Не имеем понятия, хотя, очевидно, это явная расовая враждебность. Так что MSNBC просто подхватили идею. Поиск козла отпущения — неизменный сообщник превосходства белых. И вместе они укрепляют представление о том, что правда всегда за белыми. Пренебрежение жизнями цветных нужно остановить. Нельзя игнорировать страх перед белым террором. Нельзя позволить белым мужчинам, погрязшим в расизме, ксенофобии и женоненавистничестве, терроризировать нас. Да, это поможет стране. Превосходство белых! Во всем виноваты белые, неважно какого цвета преступник. Его цвет не имеет значения, потому что это системный расизм. И как угарный газ, это невидимый яд. Такие взгляды очень популярны среди левых. Определенно такова позиция Барака Обамы. Из всех американских лидеров, Барак Обама — самый активный разжигатель расовой вражды. Он появляется в самые болезненные моменты и делает разделяющие нас раны еще глубже. Зачем он сеет ненависть? Только психиатр сможет дать развернутый ответ. Хотя тут налицо некое глубокое отвращение. Должно быть в этом дело. И вот Обама решил отвлечься от процесса преумножения своего состояния и выступить с заявлением, в котором назвал расизм и женоненавистничество причинами убийства в Болдере. Итак, парень, который вроде как белый, застрелил группу белых людей, Барак Обама называет это расизмом. Как именно это работает? Объясните нам, пожалуйста, только помедленней. Бывший президент не объяснил, но ему и не нужно было. Бараку Обаме удалось еще немного разделить американцев, так что он свою миссию выполнил. Субтитры создавал DimaTorzok